Всех приветствую! Это канал Александр Плей. И на этом видео я хотел бы вам рассказать, почему же все-таки викинги, откуда вообще взялись эти викинги. И хотел бы вам показать подарки от подписчиков. Да, конечно, конечно, после того, какой подарок мне пришел, тема викингов, я думаю, теперь у нас будет уже надолго. Ну что, начнем, пожалуй, с первого подарка, который я хочу вам показать. Самое главное, самое главное, самый главный подарок. Вы уже могли, конечно, заметить этот атрибут. Этот атрибут вы могли уже заметить на моих предыдущих видео. Извиняюсь немножко с задержкой я это видео снимаю. И хочу еще извиниться, что меня долго не было на канале, потому что вирус гриппа, вирус гриппа меня скосил. Но благодаря вашим положительным комментариям я все-таки поправился. Сейчас буду продолжать свои уроки. И мы с вами будем продолжать постигать музыку. Будем с вами постепенно становиться викингами музыки. Итак, сейчас волшебным образом здесь появится то, что меня поразило до глубины души. Итак, внимание. Раз, два. О, дамы и господа, вот он, вот он подарок от подписчика Дмитрия. Спасибо огромное Дмитрию за этот подарок. Это, как вы видите, шлем. Да, аж действительно настоящий шлем викинга. Посмотрите, какой он прекрасный. Он, надо сказать, довольно легкий. То есть он не железный, а именно мягкий. Посмотрите, какие у него рожки впечатляющие. Какие рога. Они мягкие. Они хоть и вот так стоят, но они сами по себе мягкие. Здесь, значит, сверху вот такая штучка имеется, а тут мех. Тут мех изнутри. Можете посмотреть, если вам интересно. Он вот так выглядит. А по бокам вот у него так окаймлено мехом, мехом. И здесь, вы видите, я уже немножко расческой прошелся. Я когда впервые увидел этот шлем, мне чуть плохо не стало. Такой красоты этот шлем и такой размах рогов. Ну, это просто не описать словами. Это словами не описать. И мне сразу захотелось взять расчесочку и вот так вот его причесать. причесать. Потому что, видите, сзади, если посмотреть, он такой вот немножко диковатый сзади. Еще мех. Сзади можно тоже. Но эту часть ее не видно. А вот спереди, спереди, может быть, конечно, предполагается, что он какой-то такой вот будет. Но это уже более какой-то злой викинг. Нет. А я сейчас вам расскажу, что я подразумеваю под викингами. И, естественно, эти викинги, они будут далеко не злые, а совсем наоборот. Добрые викинги, добрые викинги-философы. Я бы их даже так назвал, дамы и господа. Итак, тут стоит еще один товарищ, еще один товарищ тоже. Тоже от подписчика Дмитрия. Мне пришел вот такой вот викинг, такой вот маленький магнитик, так сказать, на холодильник. Но посмотрите, какой он интересный. Я надеюсь, камера на нем сфокусируется. Посмотрите, какой он интересный. Если кто внимательный, могли уже заметить, что он у меня на синтезаторе стоял и созерцал меня и моих подписчиков. Вот этот вот викинг. А сейчас этот викинг будет присутствовать при торжественной церемонии коронации, официальной церемонии коронации Александра Плея, чтобы Александр Плей стал действительно настоящим викингом музыки. Ну что, приступим? Для этого нам нужно это чудо водрузить мне на голову. Поехали! О, дамы и господа, да. С таким шлемом нужно осторожно ходить, а то можно рогами за потолок задеть. Какие же они огромные. И надо сказать, что он довольно такой теплый. Довольно такой теплый. Мне даже кажется, что в нем можно при определенной температуре и на улицу выйти. Но делать так не буду. Вдруг кто не поймет. Ведь это же образ. Это образ. Это театр. Это театр. А не все люди понимают, зачем, так сказать, серьезные люди одевают шлем с рогами. Не все. И поэтому, и поэтому, для тех, кто еще в эмоциональном танке, так скажем, хочу я все-таки пояснить, что же за викинги, что же за викинги мне в голову взбрели. Так вот, можете законспектировать. В моих понятиях, в моей системе ценностей, викинг музыки, именно музыки, ну или вообще просто викинг. Викинг это такой человек, который стремится к постоянному самосовершенствованию. И стремится дарить людям свои знания и свой свет. Тепло, так сказать, своей души стремится отдать всем людям. Вот кто такой викинг. Это, ну, можно сказать, что ли, как рыцарь. Но мне вот больше нравится викинг, потому что вот они, вот они, рога как впечатляют. Это впечатление словами, словами я передать не могу. Только, может быть, если где-то в музыке. И как вы видели мое последнее или какое-то предпоследнее видео, песня про викингов, викинги, викинги тоже. Вот я как увидел этот шлем, мне сразу в голову эта песня пришла. Я ее услышал, сразу слова пошел писать. То есть это все рождается спонтанно. Вдохновение приходит и песня рождается. Так вот, викинг человек, который занимается постоянным самосовершенствованием. И при этом он действует по какому принципу? Что эволюционировать можно только за счет эволюции других людей. Но ни в коем случае, ну или людей, или предметов, неважно. Но ни в коем случае не за счет деградации. То есть если вы делаете что-то хорошее, то вы и сами становитесь лучше. Если вы делаете что-то хорошее для другого человека, он становится лучше. И вы автоматически становитесь лучше. Если взять какую-то вещь, ну не знаю, клубок ниток взять. Вот он сам по себе не особо ценен. Он вот есть и есть. Если вы из него свяжете носок, то и этот клубок ниток эволюционирует. Потому что он станет уже не просто клубком, а каким-то изделием. Он сможет тепло дарить человеческим ногам. И вы за счет того, что вы вот занимались этим вязанием. Но я просто в детстве занимался, на спицах вязал. Поэтому у меня такой пример понятен. И вы сами за счет этого тоже эволюционируете. В том плане, что у вас появится вот эта моторика, которая используется при вязании. И вообще мозг будет развиваться. Это уже какое-то творчество. Уже какое-то творчество. Но за счет, имейте это в виду, кто еще этого не понял. За счет деградации каких-то вещей, предметов, живых существ невозможно самому никогда эволюционировать. Всегда обратный эффект идет. Эффект бумеранга. И если не сразу, то чуть позже вы это почувствуете. Потому что вот закон сохранения энергии, вот это вот, так сказать, всемирная справедливость, она есть. Она есть. Вы можете меня спрашивать, а почему вот те события происходят, те события происходят. Что почему вот это вроде как не по этому закону. Но если глубоко копать, то это все-таки именно по этому закону. То есть всегда все компенсируется. Так вот, викинг музыки, именно музыки теперь подчеркиваю, это человек, у которого все его естество, вся его душа является музыкой. И который через игру на инструменте, ну в данном случае у нас на баяне преимущественно. Я, конечно, и на аккордеоне там уроки немножко пробовал, да. Можно на каких-то других инструментах. Но поскольку я все-таки, когда вот импровизацией занимаюсь именно на баяне, мне вот это ближе, это уже такая вот система клавиш, она у меня уже в голове, так сказать, сформировалась. То есть мы викинги-баяны по сути. По сути викинги-баяны все-таки подавляющее большинство. Потому что если на каких-то других инструментах я буду перебирать, вот именно в импровизацию копать, это нужно опять много лет на это потратить. А мне это зачем? Я уже свое нашел, я уже свое нашел. Но главное, это даже не то, что какой именно у вас инструмент. Вы можете хоть на каком инструменте играть и все вот наши общие правила распространять на эти инструменты. Самое главное, чтобы вы занимались самосовершенствованием. И чтобы вы были викингами вот чего-либо, чего-либо хорошего. Можно быть викингом баяна, можно быть викингом аккордеона или еще чего-то. Это не важно. Ни в коем-то случае у викинга никогда не возникает никаких вопросов, чтобы вот как-то взять и на поле брани вывести какие-то два инструмента. Что ты лучше, ты хуже. Это все чушь. Такого не... Это вообще даже не рассматривается. Абсолютно все инструменты, все явления, все живые существа, все предметы, они все хороши. Их можно лишь и нужно их анализировать. То есть только разум, чтобы был. И никаких эмоций не было. Любые эмоции тоже должны быть эмоциями созерцательного плана и разумного плана. То есть вы всегда должны находиться в разуме. Если вы будете делать что-то вне разума, то это вы будете тогда, получается, делать и против нашей планеты, и против самого себя. Потому что наша планета, она большая, и она живая. Если ей что-то не понравится, она может нас, собственно, истереть с лица Земли, так сказать. Да, стереть. Может уже истерала, не знаю. Но вот сейчас, так сказать, не об этом, а о том, что викинги музыки, это люди, которые всю жизнь будут заниматься самосовершенствованием в музыкальном плане. И, так сказать, направлять на это других людей. Чтоб в итоге, чтоб в итоге у нас установился, так сказать, мир во всем мире. Вот такие очень простые, очень наивные, но, тем не менее, правильные идеи. И ни в коем случае не нужно воспринимать эти идеи так, как будто они являются какими-то утопическими. Все равно нужно смотреть, конечно, в каждой ситуации и искать решение для каждой конкретной ситуации. Но это может быть не по всем вопросам ко мне. Ко мне больше именно по вопросам игры на баяне. Но то, что с этим связано, в принципе, в комплексе, а с этим многое связано. И музыка, и философия, и все прочее, это все связано. Это нужно именно для того, чтобы играть на баяне. Потому что сам баян, сам баян, это именно наш инструмент того, как мы проявляем свою любовь к мудрости. А философия это и есть любовь к мудрости. То есть мы вот через музыку, через музыкальный язык общаемся как с другими людьми, так и пытаемся выразить себя. Ну что, коронация викинга Александра произведена успешно. Разворачиваю я опять этого маленького, хотя он, по-моему, уж и не сильно-то молод, этот викинг. Разворачиваю я опять его к вам. И сейчас я бы хотел вам показать еще один подарок от другого подписчика, от подписчика Александра. Да, так же, как и меня его зовут. И сейчас тоже магическим образом этот подарок, сразу два, появятся. Появятся вот они у меня в руках. Ну что, попробуем еще одно волшебство. Вот они, вот они, две баночки, две баночки. Посмотрите, как вы думаете, что это такое. Поставьте видео на паузу и напишите в комментариях, что это такое, как вы думаете. Написали, а теперь дальше. Смотрите, так сказать, правильный ответ. Это мед. Это мед. Подписчик Александр, когда узнал, что меня, так сказать, гриб скосил, он мне сразу написал, а не высохли тебе, Александр, меда, чтоб ты вылечился. И вот уже, вот уже, уже первая баночка пошла, первая баночка пошла. А эту я еще не открывал, он сказал, что здесь еще более крутой мед. Вот этот мед, он чем необычно, его даже держать тяжело, держать тяжело. Если так его держать в течение 20 минут можно силачом стать, я предполагаю. Но интереснее, конечно, когда на баяне играть. Баян, кстати, поддерживает вас в физической форме. Вы в левой руке вообще не будете ощущать никаких усталостей, потому что вы постоянно смехом работаете. И это, причем, не выражается, что там мышцы какие-то. Нет, у меня такого нету. Это просто, вот как-то внутри, внутренняя такая энергетика. И нормально вы себя чувствуете. Но баночки, конечно, тяжелые. Этот мед, значит, этот мед. С Алтайского края, с Алтайского края, то есть, там, где не ступала нога цивилизации, где вообще все кристально чистое. Я, когда начал его есть, я тоже был в шоке. В не менее слабом шоке, чем когда я увидел вот этот вот шлемец. Такого меда я вообще никогда не пробовал. Если просто пойти у нас в городе купить, он будет не такой. А тут прямо вот, как будто я в какие-то другие миры перенесся, как какого-то внеземного происхождения этот мед. Внеземного, то есть, какой-то, прямо райский мед, я бы сказал. Вот такие вот подарки. Вот такие вот две баночки меда и шлем. Вот так вот. Ну что, наверное, на этом будем заканчивать. Показал я вам подарки, произвел коронацию, рассказал, почему викинги. Сказал, что я с гриппом поборолся. Будем работать дальше. Будем снимать дальше видео, продвигать импровизацию, раскручивать все это дело. Пьесы какие-то. Еще новый плейлист у меня в задумке есть. Путь викинга, не помню, говорил вам, уже нет. Это все надо делать. Это все надо продолжать. С вами был Александр Плей, викинг музыки. Всем пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо. Спасибо.